ну что всем здарова с вами снова я марк танк а на обзоре у нас я запутался где шапка куда наделась бсе z7 серьезный аппарат на колесах 21 18 полноразмерный 300 кубов мотор 25 лошадиных чертовых сил целых 22 ньютон-метра крутящего момента так что техника уже на этот раз серьезная начинается тут надо уже включать голову нормально и ожидающий от такого водора и а а и и и и и и и и приехали хорошо едет тормозит хорошо классная штука давайте поговорим что у нас по маслу на этот раз о до замены еще далеко для начала дорогие радиозрители и телеслушатели предлагаю вам разобраться для чего эта техника собственно говоря может быть использована как мы видим у нас здесь стоит например фара LED фара с регулировками вверх вниз туда-сюда все это делается лучевой поток направляется куда вам хочется все круто и четко здесь мото часы завода влагозащищенные кнопочки все как мы любим внимание к деталям от бсе фильтр бокс на радиаторе стоит датчик температуры стоит вентилятор который включается когда надо когда вы там купаетесь где-то в луже подолгу что-то задержались до вентилятор подключается мотор начинает дышать оживать и продолжать существовать что не может не радовать защитка одноразовая на помпе один камешек она переживет да то есть в принципе в таком виде идеальный идеальнейший мотоцикл для того чтобы просто взять и поехать куда угодно нет ни одного места куда вы на этом мотоцикле не сможете добраться бак прозрачный можно смотреть уровень топлива вот так вот шатаешь и анализируешь сколько бензина в баке очень удобно в то же время этот мотоцикл может стать тем самым переходом к чему-то по-настоящему серьезным потому что мотор достаточно мощный рама достаточно прочная маятник между прочим алюминиевый и это не пустые слова у меня здесь есть специальный детектор который к раме магнитится а к маятнику не магнитится к алюминиевым колесам аналогично как не пытайся а вообще не магнитится ни там ни тут фрезерованные ступицы фрезерованные на станке cnc еще и анодированные в красный цвет а красный значит спортивный сальники в этих ступицах стоят не просто там какие-то подшипники понимаете ли промышленные не самые настоящие сальники для любителей опять-таки поваляться в лужах надо было на второй но мы должны вам показать истинное качество которое от вас все скрывает так должны вести себя настоящие грязные мотоциклы держать удар мотоцикл хороший мотоцикл едет если бы еще байкера подобрали нормального под него наверно вообще бы отлично было данном в данном трюке ни одна китайская ручка тормоза не пострадала и 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 если не больше да в общем работаем ставим защиту радиатора ставим защиту кардера который прикроет помпу и получаем таки достроенный аппарат для того чтобы гонять просто люто где угодно где угодно вот вообще где угодно любая гора что хотите как хотите подвесочка нормальная я не профессиональный райдер я понятия не имею как должна работать супер топовая подвеска чтобы все было круто чтобы занимать первые места на всяких этих ваших тумбочках соревнованиях но зато я знаю что подвеска на камешках должна работать хорошо мягко когда ты прыгаешь она должна срабатывать жестко и не пробиваться и желательно чтобы задняя подвеска и передняя работали как-то сообща и не было такого ощущения что перед живет своей жизнью за своей и вот по всем этим показателям здесь все отлично все регулировки присутствуют на нашей вилке на амортизаторе аналогично все регулировки и более того прогрессия которая собственно и позволяет нам ощущать комфорт и легкость на мелких неровностях и в то же время оказаться подвески достаточно жесткой для того чтобы преодолеть какой-нибудь хороший прыжок маятник собственно говоря с рамой соединен через подшипники никаких втулок здесь уже и быть не может потому что уровень здесь уже как бы у нас ну да да надо уже быть крутым мотоциклом за такие деньги вот сколько он стоит 220 тысяч много это или мало значение не имеет каждый вложенный рубль в этот мотоцикл оправдан и после покупки этой штуки ваша жизнь разделится на до и после в хорошем смысле если вы конечно после покупки мотоцикла заботитесь экипировкой шлем мотоботы наколенники все такое прочее это важно иначе свернете не туда защита ребят превыше всего бс е как всегда удивляет своими мелочами что мы здесь имеем помимо всего прочего помимо вот этих главных штук в виде алюминиевых колес крутого мотора который между прочим называется зонгшин 174 очень популярный на него есть куча запчастей которые вам скорее всего в ближайшее время даже не потребуется потому что мотор действительно проверенный уже временем на нем очень много людей едет очень много людей его хвалят отзывов предостаточно ручка которая откидывается и вверх и вниз и вперед и назад фрезерованная не ломается защита от веток которая спасет ваши руки от всяких неприятных царапок там и так далее да глушитель не магнитится защита ноги от выхлопной трубы которая тоже не магнитится а значит не сгниет фильтр бокс для тех кто любит плавать полые оси между прочим обратите внимание на форму рамы бьюсь об заклад это получилось случайно но что я имею ввиду вот за эти проушины безумно удобно крепить мотоцикл за всякие прицепы пикапы и его перевозить я вообще большой сторонник того чтобы на таких больших грязных мотоциклах ездить исключительно по грязным местам без всяких дорог да и в принципе на дороге я очень не хочу выезжать потому что на дорогах слишком многое зависит не от тебя а в лесу в горах ты упал это чисто твой косяк все зависит исключительно тебя соответственно я беру мотоцикл гружу в тачку привязываю вот с этой стороны за эту хрень и с той стороны за ту хрень и остается одним тросиком вот здесь прижать еще вилочку чтобы она там не пружинила и получается получается очень 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 надежная фиксация мотоцикла естественно все эти кнопочки электростартер остановка мотора все это влагозащитная как бсе и везде и ставят до электростартер на этом моторе у нас присутствует электростартер то есть мы заводим мотор с кнопки но и kickstarter здесь тоже присутствует естественно естественно как на всех китайских мотоциклах он kickstarter упирается в подножку без этого никак это ну китайский мотоцикл не мотоцикл если у него нет такой фишки электростартер есть kickstarter есть это шикарно что у нас Есть выбор, что у нас есть и то, и то. Сел аккумулятор, взял кикстартер. Да, кикстартер неудобный. Ну и нафиг он вам нужен, когда вы кнопку нажали и поехали. Он вам нужен, этот кикстартер. Только тогда, когда аккумулятор сел. Такое случается редко. Но если это случилось, то вы берете этот кик, ножку вот эту подгибаете и заводите с кика. А так бы остались наедине с волками в лесу. Совсем одиноченьки, да, без внимания, любви с медведями. Кому это надо? Никому. Поэтому здесь стоит кикстартер, который вас спасет из трудной ситуации, в случае чего. А то вот эти вот современные производители, что они делают? Они говорят, ну, мы за облегчение туда-сюда убираем кикстартер. Спасибо! Спасибо большое! Нет, если вы, конечно, хотите участвовать в соревнованиях и занимать места, да, получите ваши 2 килограмма и распишитесь. А я буду ездить на большом, тяжелом, 125-килокровом мотоцикле, но где хочу. Итак, проснулись. Надеемся, что мотоцикл по-прежнему на месте. Параллельно нужно небольшую починку сделать в машине. Патрубок на печку с охлаждающей жидкостью. Там краник потек, бачок пути, короче говоря. Тачку глушим, печка не работает. Мы спим, мерзнем, завернулись во все, что только можно. Но вроде живы и болеть не планируем. А планируем победить, достать этого железного ублюдка из болота. Ну, я считаю, мы настроены на победу. 760 рублей, две лопаты, рельсовая сталь написано. Там даже был покупатель, который сказал, что весь огород перекопал такой лопатой. Отличная лопата, говорит. Мы тут бревна всякие собираем, подкартер, лопаты. Если мы скооперируемся, я думаю, у нас получится его выдернуть. Да без проблем, пойдем. А потом тогда, кстати, можем покататься. Это, собственно говоря, обзор у нас за седьмой снимается. Замутим крутой ролик, уже компания целая. Добро. Добро. Чуть не попал в такую же ловушку, из которой меня с утра вытащили. Жесть. Вот я дебил, конечно. Вот такая толщина просто с пол колеса в землю. Прорыл нахрен. Офигеть. Офигеть. Хорошо. Офигеть. 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 Продолжение следует... Припарковали! Да, кстати говоря, на колесах-то у нас уже, между прочим, стоят буксаторы, тормоза хорошие, HSK Racing, фирменные BSE-шные, которые они стоят везде. Они отличаются в зависимости от моделей, да, разные бывают, но это чисто их какая-то там темка. И я вижу, что спереди у нас армированный шланг, хоть он и выглядит как будто бы не армированный, но там прям вот видны такие металлические жилки, соответственно, он армированный. А вот задний тормозной шланг, есть ощущение, как будто он вообще не от этого мотоцикла, потому что он длиннее, чем должен быть. И за счет этого он влазит вот как-то в пружину заднего амортизатора, и бьюсь об заклад, при каком-нибудь сильном прыжке этот шланг может прям-таки зажать, что не есть хорошо. Поэтому, когда вы соберетесь покупать этот мотоцикл, а вы, скорее всего, соберетесь его покупать, потому что за такие деньги, мне кажется, тема просто пушка, советую обратить внимание на этот шланг, какой он там стоит. Если он там стоит, вот такой вот непонятный длинный, то стоит задуматься о том, что его придется заменить. Эта проблема небольшая, потому что шлангов всяких много, это всего лишь тормозной шланг, его надо будет подобрать. Но, тем не менее, этим надо будет озаботиться, об этом надо будет подумать. Из плохого что еще могу сказать? Цепь. Я на цепи никогда не акцентировал внимание, когда говорил про, например, SSR Core или BSE Z1, поскольку это такие мотоциклы для начинающих или для каких-то простых поездок. У них доступная цена, и там, соответственно, какая цепь стоит, да не особо-то и важно. А этот мотоцикл, когда человек покупает, скорее всего, у него уже намерения серьезные, вот здесь даже руль уже алюминиевый, и скорее всего, этот человек планирует кататься прям-таки серьезно. А значит, и цепь здесь бы стоило поставить серьезную. Здесь стоит такая-то непонятная цепь, которая по воззывам тянется, а что-то прекрасное бы встало, какая-нибудь сальниковая там SFR или DIT, что-то в этом духе. И самая главная бесящая херня, которую я прям вот вообще, это не говорит, что мотоцикл мне не нравится. Я бы с удовольствием на нем ездил, но мне просто мозг взрывает сам факт того, что это существует. Почему? Почему китайцы делают на своих мотоциклах, это просто не только BSE касается. Такие хвосты жесткие, которые гнутся, вернее, не гнутся, не вниз, не вверх. Почему взять вот, например, тот же SSR Core, который доступен по цене, который вот для начинающих, совсем начинающих, у него хвост гнется и туда, и сюда, и подрамник короткий. Все сделано для того, чтобы хвост не отломался. Здесь же все сделано наоборот для того, чтобы этот хвост сломали при первом же кувырке. Такое ощущение, что эти дизайнеры, которые проектировали этот пластик, да, они заморочились. Здесь у нас рама оранжевая, здесь у нас синяя наклейка, здесь у нас вообще отдельный элемент пластика, который черного цвета. И он так отдельно здесь прикручен, как понтово, как круто, как свежо, как модно. И все, на компьютере их дизайн заканчивается, их работа заканчивается, а они идут дальше пить свой там китайский смузи, хер его знает. На мотоциклах они как будто не ездят вообще. Ну он же сломается. То есть сам пластик охрененного качества. Он гнется во все стороны, и здесь вот, и нос вот этот вот, все, все гнется во все стороны, и на изгиб вот так вот, все, не проблема. Но именно форма, вот форма, вот даже здесь кончик хвоста мы видим, я его загнул практически полностью туда. То есть пластик ровно тот, который надо, несмотря на то, что сейчас на улице холодно. Только лишь форма этого пластика мешает гнуться этому хвосту как следует. И поэтому он будет ломаться. Он будет ломаться, и зачем это сделано? Вот только две причины. Вот две причины. Первое. Либо эти китайцы, которые делают этот дизайн, они вообще не ездят на мотоциклах и даже не думают об этом. Либо же это специально, чтобы хвосты покупались, менялись. На надежность это не влияет. Общую, да, мотоцикл будет ездить. По железу он гениальный, он охрененный. Все тросики, которые могут перетереться, шланги, все под защитой, все защищено. Провода, кайфово, так вот смотришь на провода, они так проложены, у них там всякие вот эти вот скобочки, все как положено, все на своих местах, все круто, все продумано, все сделано. Хвост, блин! То есть, ну, вы поняли. То есть, ну, вы поняли. Так, ну, вы поняли. Так, ну, вы поняли. Не пригодились нам эти лопаты. Это были безумные два дня. Огромная благодарность ребятам, которые нас вытащили из этого болота, потому что, скорее всего, мы бы этот мотоцикл весь день только лишь доставали. И всего бы этого контента не было. И сил бы не осталось, и время суток бы не позволило, и нам бы пришлось уезжать. По поломкам, что крепление фары, ну, вернее, регулировка фары отвалилась. Я сразу говорил в обзоре, что если собираетесь кататься жестко, ее надо снимать. Удивило, что защита рук от веток не поломалась, хотя у нее крепление пластиковое. Ну, они очень удачно закреплены, что они вот так вот проворачиваются. Но в целом, все равно удивило, что они выдержали. Сидение об елку подрал, радиаторы чуть погнул. Тоже упоминал, что защиты на них нет. Если жестко катать, надо ставить. В общем-то, 220 тысяч. Мотоцикл все пережил. И, судя по всему, для него это все обычные вещи. И я считаю, что все обзоры, несмотря на то, что да, обидно, что сидение порвалось там-сям, всякие мелочи, да, это обидно, особенно, когда купил новую технику, но обзоры должны быть именно такими. Потому что стереотипов очень много касаемо китайской техники до сих пор. Людям, прежде всего, интересна надежность китайских мотоциклов. И через эти обзоры я стараюсь показать, что BSE делают вещи. Всем рекомендую и сам бы, наверное, с удовольствием бы ездил на таком мотоцикле. Хотя, в уме держу, что еще существует BSE M8 на 450 кубиков. Это было бы интересно. Всем пока, с вами был Марк, до скорых встреч. Нормально?